Пусть у нас четыре взвешивания, но монет восемьдесят штук. Заметьте, не восемьдесят одна, а восемьдесят. То есть на три недели. Что можно сделать в таком случае? Так, три пучки. Двадцать семь, двадцать семь и двадцать шесть. Разумно. Дальше. Если у нас получится неравенство, то мы уже переходим к той задаче, которую мы сегодня уже решили. Это называется индукция. Для маленьких чисел решили задачу и получаем отсюда решение для большого числа. Хорошо, значит в случае неравенства все понятно. А в случае равенства? В случае равенства, получается, что здесь уже не можно на большие уменьшения. Значит, она здесь. Значит, это двадцать шесть, девять на девять. Если честно, можно взять и добавить двадцати шести одну монету. Вы же знаете, что здесь они все настоящие? Так положим сюда одну и все. Ну и весь, ну, угодно, как вы. Девять, девять, восемь. Дальше. Мы успешиваем девять и девять. Если неравенство, мы тоже переходим к той задаче, которую мы решали. А если равенство, то значит большая монета... Молодец, все правильно. Все? Ну все, все, все. Дальше они сами не тратаются. Ну, лучше, два шага обестили, уж третий такой же они сделают. Спасибо. Спасибо.